Здравствуйте! В эфире программа «Жесть» в студии Александр Твердовский и далее о том, что случилось в городе и области сегодня 20 декабря. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сельчанин недавно участвовал в суде и свидетельствовал против него. Дело было о мелкой краже, и Иванова тогда освободили по амнистии. Однако обида осталась. Он уговорил младшего отомстить свидетелю. Мужчины выбили дверь в доме жертвы и начали избивать 60-летнего потерпевшего. Когда пенсионер уже не подавал признаки жизни, Иванов задушил своего обидчика. Далее приятели погрузили тело в багажник своей машины, вывезли на окраину деревни и скинули в заброшенный колодец. Подозреваемых задержали по горячим следам. Они на месте рассказали и показали, как убивали пожилого человека. До суда обоих заключили под стражу. Свою вину они так и не признали, перекладывая ответственность друг на друга. И вот сегодня прошло первое заседание. Оба обвиняемых заявили, что сейчас юридически являются несудимыми, хотя ранее каждый неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Как выяснилось, Денис Иванов, который и стал зачинщиком преступления, имеет на иждивении четырех малолетних детей. Но навряд ли этот факт поможет избежать ему наказания. За убийство свидетеля группой лиц по предварительному сговору обоим подсудимым грозит пожизненное лишение свободы. В Полтавском районе местный житель украл у односельчанина собаку и расчленил ее. Накануне вечером в полицию обратился 59-летний мужчина с заявлением о пропаже пса. Днем во дворе усадьбы неизвестный отвязал алабая от цепи и увел животное. Следы привели оперативников в заброшенный дом. Там были обнаружены расчлененный труп собаки и шкура. Хозяин по останкам опознал своего питомца. Полицейские установили, что к убийству причастен владелец заброшенного дома. 58-летнего подозреваемого задержали по месту его постоянного жительства. Он пояснил, что собаку похитил, чтобы пустить ее на мясо. Уголовное дело пока не возбуждено. Сейчас полицейские выясняют все детали происшествия, в том числе и то, как мужчина, который не был вхож в дом, смог украсть огромного пса и тот его даже не покусал. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так, на трассе Тюмень-Омск в Тюкалинском районе фургон Сканя выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с тяжеловесом Рено. Виновник аварии 41-летний мужчина получил травмы. Установлено, что оба водителя были трезвыми. Движение на трассе оказалось парализовано на 4 часа. А накануне вечером в Омске, в городке Нефтяников, в пассажирскую газель врезался грузовик Хова. Микроавтобус высаживал людей на остановке, когда ему в заднюю дверь въехал представитель китайского автопрома. Травмой получила пассажирка, которая после оказания помощи была отпущена домой. Такой же Хова сгорел в Тарском районе на трассе. Судя по сводкам, люди в этом происшествии не пострадали, а вот кабина и моторный отсек повреждены основательно. А в следующем ДТП остались целыми и люди, и машины. Накануне вечером автофургон с прицепом при подъеме на улицу Подгорную сложился пополам. В соцсетях омячи предполагают, что у тягача была лысая резина, что и не позволило машине подняться по обледенелой дороге. Движение здесь оказалось бы надолго парализованным, если бы автолюбитель на внедорожнике не выручил фургон. Джип взял на буксир автопоезд, и в таком порядке машины поднялись в гору. Следователи возбудили уголовное дело в отношении уклониста от армии. 25-летний житель Омского района прошел медкомиссию и был признан годным к службе в вооруженных силах. Однако, получив повестку, молодой человек не явился в призывной пункт. Как уклонист пояснил следователям, в последнее время он подрабатывал отделочником в строительной бригаде, и у него просто не было времени, чтобы исполнить свой гражданский долг. Сейчас подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. За это время он бы два раза успел отслужить в армии. Омские полицейские в советском округе обнаружили точку, где продавали контрафактный алкоголь. Располагалась она в частном доме. У продавца не оказалось ни лицензии на продукцию, ни свидетельства частного предпринимателя. Вы были в курсе, что незаконно предпринимателем? Нет, конечно. Тут в каждом дворе продают везде. В каждом дворе продают? Да я больше, чем уверена. Своим клиентам эта женщина предлагала алкогольную продукцию якобы известных торговых марок по очень заманчивым ценам – за 200-300 рублей. Всего полицейские изъяли несколько ящиков продукции и канистру с неразведенным спиртом. Лицензии на товар не оказалось. Однако продавец уверена – закон она не нарушает. Не имея никаких разрешений? Да я ее как бы не дарил. У меня же небольшие объемы, я не боялась. А закупали вы у кого? Ну, привозил, казах один предлагал, мне нравится. То есть он всем предлагает сколько? Я, по-другому, мне предложил, нам предложил, мы решили. Продавцу нелегального магазина грозит штраф. А вот еще на одного торговца контрафактным алкоголем полиция завела уголовное дело. Его точка на Пятой Кировской процветает не один год. На этот раз полицейские изъяли более тысячи бутылок алкоголя. Известно, что в прошлом году владельца торговой точки 70 раз привлекали к административной ответственности. Однако, видимо, прибыль покрывает такие убытки. И вот теперь нелегальному торговцу грозит уголовное преследование. Санкция статьи предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, обязательной работы или арест на полгода. Накануне мы рассказывали, как на проспекте Королева пассажирская «Газель» застряла на рельсах. Но, видимо, не все мечи смотрят нашу программу. Сегодня подобное происшествие случилось на остановке Лизы Чайкиной. Здесь пробку пытался объехать легковой «Опель». Причем малолитражка была красного цвета, как и большинство омских трамваев. Некоторые пользователи соцсетей встали на защиту городского экстремала. Мол, разметка на дороге не видна и знаков, указывающих на порядок движений по полосам, нет. И вроде бы ничего не нарушил. Однако большинство омичей высказалось за строгое наказание водителя, вплоть до лишения прав. Ну и департаменту транспорта не мешало бы подать иск к виновнику затора за многочасовой простой трамваев. И на сегодня это были все чрезвычайные новости. Если вы что-то пропустили, выпуски нашей программы всегда доступны на сайте Антенна 7, а также в группе «Жесть» ВКонтакте. Всего доброго и до встречи.